Сейчас в Китае и почему вот казалось бы в этой такой очень стабильной стране, где совсем недавно был большой съезд, где недавно еще больше как выглядела укрепилась власть Си Цзиньпина, но тем не менее вот вдруг совершенно по другому поводу из-за коронавируса вдруг возникают вот эти недовольства, которые выглядят массовыми. Ну недовольство это же копилось много лет и мы его не видели, оно было там под поверхностью, кипело, прежде всего речь идет конечно о молодежи, о студентах, об интеллигенции. Люди хотят свободы и понимают, что диктатура и цензура всеобщая, которую Компартия Китая осуществляет на всей территории, во всех областях жизни, это совсем не то, чего им хотелось бы, это не та жизнь. Даже если она становится постепенно материально благополучнее, хотя по-прежнему достаточно много бедности в Китае, если посмотреть объективно на показатели, на доходы на душу населения, на потребление, вот наверное очень важный показатель, то Китай еще очень сильно отстает от развитых стран. Поэтому вот то ощущение, что это такой могучий гигант экономический, оно с одной стороны верное, а с другой стороны там есть вот эти лагуны, эти страшные, собственно говоря, провалы социально-экономической политики, потому что она государственническая, но вовсе не народная. Не о жизни населения печется руководство Китая, а о мощи государства. Ну и люди это видят, они понимают, противоречие это, оно их уже просто доводит иногда до иступления, мы знаем, там и случаи самоубийств бывают, и попытки бежать из Китая. Ну и вот это вылилось, воспользовавшись, можно сказать, предлогом того, что есть и общенародное недовольство к ковидными ограничениями, более сознательная, лучше образованная часть населения решила воспользоваться случаем и выдвинуть и лозунги просто требования свободы, ослабления диктатуры коммунистической партии. Проблема в том, что государство китайское по-прежнему сильное, репрессивный аппарат огромный, натренированный, люди, работающие там, считают, что они находятся в привилегированном положении, и отчасти это правда, они получают вознаграждение материальное соответствующее, им внушают с утра до вечера, что они выполняют важнейшую социальную функцию, что они патриоты своей страны и так далее. То есть индоктринированы полностью вот эти силовики китайские, и они великолепно оснащены, и при исполненной решимости выполнять любое распоряжение Центрального комитета Компартии Китая. Андрей, Андрей, но все-таки... Подавлены протесты, последние сообщения, посмотрите, уже все кончилось, в Пекине не состоялось, полиция туда пришла, на юге Китая тоже, в общем-то, удалось все это. Только в Гонконге вот были какие-то заметные пока еще выступления народные, звонят полицейские, определяют, видимо, систему определения лиц, уже знают телефоны домашние, приходят домой, и будут репрессии дальше. Вот дальше обязательно госбезопасность китайская будет выявлять зачинщиков, то, что называется, их будут хватать, судить, давать им колоссальные сроки. Против лома нет приема, к сожалению, пока вот эта лучшая часть китайского общества не сможет реализовать свои чаяния, увы. Ну, за Китаем, конечно, как-то страшно звучит, может, даже немного цинично, но очень интересно следить за тем, как Китай старается строить такой определенный гибрид, вот такой тирании политической, но, тем не менее, и старается делать вид капитализма, делать, ну, поднимать потребление, делать более разнообразной жизнь. И для туристов, предположим, которым удается попасть в Китай, которые туда едут, Шанхай или Гонконг, кажутся совершенно такими огромными мировыми мегаполисами, в которых, может быть, не так сильно чувствуется вот эта вот железная рука. Но, тем не менее, вот сейчас мы говорим об этих протестах, которые начались из-за ковидных ограничений, из-за большого пожара, но мы помним не столь давние протесты в Гонконге, которые были массовыми, которые были заметными, может быть, потому что Гонконг, как в прошлом британский доминион, чуть больше, ну, заметен, виден чуть больше миру, чем другие города китайские. Но тогда-то протесты продолжались довольно долго, и они были массовыми, множество людей принимало участие. Были столкновения, были кадры таких, ну, битв практически, побоищ, уличных столкновений между этой молодежью, студентами, прессой. Ну, как бы, вроде как и не привели ни к чему, но, тем не менее, видно, что вот это кипение продолжается. Да, но, конечно, Гонконгцы ведь привыкли к свободе. Они еще, для них вот эта тирания, это что-то новое. Они даже не представляли себе, наверное, до конца, какова будет жизнь под вот этой железной пятой. Сейчас вот они начинают видеть эту реальность, это, конечно, их не устраивает, но Китай постепенно и там репрессивный аппарат побеждает и будет искоренять это все, будут очень жесткие, я думаю, меры. Я тоже, к сожалению, не вижу оснований для оптимизма, не вижу оснований думать, что гонконгцы смогут добиться своего молодые, что они добьются каких-то уступок со стороны китайского руководства. Нет, оно совершенно не намерено уступать, а будет постепенно просто, да, у них хватает ума не пытаться сделать это одномоментно, не устроить там колоссальное какое-то побоище по белорусскому образцу. Нет, они это будут выхватывать вот ключевых деятелей, оппозиции, инфлуенсеров, будут их обезвреживать, как они говорят, будут их арестовывать, отправлять в материковый Китай или даже убивать. В общем, все это будет происходить. Там, видимо, целая программа репрессивная разработана, сидят люди, назначенные ответственными за это. Колоссальная, повторю, репрессивная машина китайская, одна из самых мощных и страшных в мире, и одолеть ее, увы, невозможно. Андрей, а может случиться такое, что вот не было бы счастья, да несчастье помогло, и что явления, определенные тренды в других областях, например, в экономике, могут стать таким ломом или фактором, который будет отвлекать или будет заставлять изменять политику. Я веду к тому, что, в общем-то, и весь мир переживает не самые простые в экономическом плане времена. И Китай в этом плане лидирует, конечно, поскольку вот нынешняя, ну, пока еще не рецессия, но мы к этому движемся, она, в общем-то, начинается в Китае. И Китай очень сильно именно из-за ковида замедлил свою экономику, потому что Китай вводил в последние годы, и в этом году тоже очень серьезные ограничения. Это влияло на экономику. Даже употребление нефти в мире падало именно потому, что Китай в том числе останавливал свое производство, закрывая людей, чтобы не расходился в популяции ковид. И, ну, не только этот фактор влияет на экономическую ситуацию в Китае. И уже поговаривают о том, что этой пускай и огромной стране, этой пускай стране с очень большим, ограниченным, но очень большим экономическим ресурсом, которая старается скупать Африку, которая старается влиять на множество рынков мира, и на Латинскую Америку, и на Ближний Восток. Тем не менее, этой стране приходится сейчас непросто. И поговаривают о том, что без американской финансовой помощи, ну, вот сейчас не выдержит, что Китаю придется обратиться к Америке и придется принять эту помощь. И вот тут вот мы же понимаем, что куда идут деньги, туда идут экономические интересы и влияние, и политические интересы и влияние. И приняв помощь, невозможно будет не ответить на определенные потребности и пожелания. Тут вот два аспекта этой проблемы. С одной стороны, очень много лет на Западе надеялись, и даже я вот тоже разделял этот взгляд, что экономическое развитие неизбежно приведет и к некой внутренней либерализации в Китае. Вот будет расти средний класс. Среднему классу захочется уже не только экономического благополучия, но и политических свобод. Вот это все очень логично выглядело, и вроде бы в этом направлении шло. И вдруг что-то случилось, произошел разворот. Наоборот, устанавливается диктатура куда более свирепая, чем была все эти десятилетия со времен Мао. Усиливается вот этот самый репрессивный аппарат резко. И то есть все это развернулось в совершенно противоположную и неожиданную, неприятно неожиданную сторону. В внешнем мире Китай вел себя все более агрессивно, и это, конечно, очень вредное влияние его на состояние дел в мире, потому что он тоже направлен против либерализации, против свободы, против современного какого-то взгляда вообще на жизнь, на права человека. И вот это все происходит. Да, сейчас сложности, временные, как мы все понимаем, период такой, который Китаю тоже будет не так легко пережить. Но я думаю, переживет. Я думаю, без финансовой прямой, по крайней мере, помощи Соединенных Штатов, они обойдутся, потому что это будет невероятным национальным унижением. И произошло, знаете, что еще? Вот мои друзья, китайские, британские мне рассказывают. Там стал резко расти национализм. На самом деле вот этот так называемый коммунизм, он постепенно перерастает во что-то другое. То есть у этой диктатуры появились другие идеологические опоры, гораздо более прочные, кстати говоря, потому что уже в коммунизм очень мало кто способен верить во все эти марксистско-ленинские идеалы, даже в Китае повторяют как догмы, как лозунги, но не вдумываясь некоторые. А вот национализм и ксенофобия с элементами расизма, вот это все стало распространяться. И говорят в соцсетях, там это видно, что на самом деле чуть ли не большинство населения уже с этим вирусом очень отвратительным и опасным заражены. Это вообще какое-то мировое, кстати, явление. Мы же видим это и в западных странах, мы видим это в ужасной совершенно форме в России. И вот в Китае тоже это происходит. И национализм, конечно, гораздо более прочная основа для любого фашизма, для любой диктатуры. И это все Центральным комитетом Компартии Китая потихоньку поощряется. Переход вот на эти новые совершенно идеологические рельсы, которые позволят им править, видимо, страной еще очень долгое время. Конечно, я по-прежнему верю в прогресс в очень долгосрочном плане, что когда-то любая диктатура рассыпется. Но боюсь, что при нашей жизни мы никаких признаков этого не увидим. Вот чем, скажем так, полезны все-таки нынешние экономические трудности Китая, менее агрессивен вовне становится. Это очевидно. И хочет, да, если не финансовой помощи от США, то, по крайней мере, более активного сотрудничества, торговли, прекращения всяких торговых войн добивается. Ради этого все готовы улыбаться и даже пожимать руки врагу Байдену.